6 тысяч обращений, связанных с некачественным оказанием медуслуг, поступило от казахстанцев с начала года. Из них 34 приходятся на косметологические процедуры. В основном клиенты жалуются на низкое качество, а также осложнения после сообщили в комитете медицинского и фармацистического контроля. Изменение формы глаз, уколы красоты, липосакция. Сейчас эти услуги наиболее популярны на рынке эстетической медицины. О том, какие риски могут подстерегать тех, кто мечтает преобразиться, расскажет Полина Зачиналова. В руках у Динары Батырхановой фото сестры. На нем Куралай молодая, казалось, вся жизнь еще впереди. Все изменилось три недели назад. Родные Куралай рассказывают, продолжительное время она страдала от лишних килограммов, поэтому решилась на липосакцию. В социальных сетях нашла одну из частных клиник Алматы. Стоила процедура 2 миллиона тенге. Предварительно сдала все необходимые анализы. Противопоказаний к хирургическому вмешательству не было, рассказывала сестра женщина Динара Батырханова. Операцию проводили утром. Она в связь выходила где-то в 11.40. Нет, в 12.40. Мужу написала, что ей плохо, она плохо себя чувствует, не может собраться. После этого связь пропала. Я как будто чувствовала что-то. И в 7 часов я без отрыва звонила, и она в онлайн сидела. Я ей написала, что ты трубку не поднимаешь, почему не отвечаешь. Оказывается, в то время врач сидел с этого телефона и звонил мужу. Потом трубку поднял врач и сказал, ей плохо она в реанимацию попала, можете прийти. Мы тогда со всеми родственниками туда собрались. По словам родственников, врачи не смогли объяснить, что именно произошло с Куралай. Версии менялись буквально каждый час. То у женщины поднялся уровень сахара в крови, то резко повысилось давление. Где-то в 11 часов он нам сказал, что у нее сердце остановилось. И работает там наша бригада, там электрошок дает. Потом опять ждали. Где-то в 11.30, точно не помню, сказала, что они потеряли пациента. Когда мы все плакали, там не в себе были. В то время тело увезли в морг. Даже нам ничего не сказали. Предварительная причина смерти – острый инфаркт миокарда. Однако родственники Куралай Бадырхановы с такой версией не согласны. Говорят, женщина проблем с сердцем не имела. Семья обратилась с заявлением в полицию. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. С целью установления причины смерти человека назначена судебная медицинская экспертиза. По результатам комплекса следственных мероприятий и экспертных исследований будет принято прациальное решение. Пластический хирург, который оперировал женщину, от комментариев отказался. Говорит, что до получения окончательных результатов судмедэкспертизы высказываться в рамках расследования не может. На странице клиники опубликован соответствующий пост от лица врача. Как я получу всю информацию от следствия? Я смогу со своей стороны прокомментировать ситуацию. Мы стремимся к полной прозрачности и готовы делиться информацией. Последние несколько лет жалобы от казахстанцев на некачественное оказание косметологических услуг стали поступать все чаще. В том числе на осложнения после проведенных манипуляций. С начала года таких обращений поступило 34. При этом эпизодов с летальным исходом, как в случае с Королай Бадырхановой, не зарегистрировано. Об этом сообщил представитель комитета медфармконтроля Райкуль Спандиар. Департамент полиции могут привлекать в рамках расследования, либо с медицинской экспертизы наших специалистов для проведения какой-то экспертизы, либо проверок. Обращение должно быть написано в адрес комитета, либо территориальных департаментов. Соответственно, после этого обращения в течение 20 рабочих дней проверка проводится. Клиники пластической хирургии, как и косметологии, должны иметь лицензию для оказания своих услуг. Врачи имеют право работать только с действующим сертификатом специалиста. Но даже наличие всех подтверждающих документов не дает гарантии безопасности, считает юрист Армад Есенов. Нужен надлежащий контроль со стороны госорганов. В уполномоченный орган, когда ты обращаешься, за тем, чтобы провели проверку, допустим, по некачественной услуге, то очень сложно получить от уполномоченного органа надлежащую проверку. Необходимо здесь менять практику, скажем так, сопровождение после лицензии. Это, возможно, должны быть какие-то плановые проверки, которых у нас в основном всегда отменяют. При любом медицинском вмешательстве пациенту необходимо подписать добровольное согласие. Это абсолютно законно. Но пациенту здесь нужно внимательно ознакомиться со всеми пунктами так называемой доктрины. Недопропорядочные медики могут приписывать осложнения, тем самым страхуя свою деятельность. Он дает подтверждение, что он информирован. А тех последствий, которые по протоколу возникают после проведения такой манипуляции. Ну, предположим, да, вам сделали там блеферопластику или еще что-то, у вас отек на лице, да, и он, допустим, ну, по протоколу он должен там 3-4 дня, а то, что я потеряю какой-то орган или у меня будут какие-то, я не знаю, там, последствия негативные для здоровья, которые не предусмотрены протоколом, это не охватывается этим информированным согласием. Но клиники, которые подсовывают вот такое, то есть я согласен, что я потеряю, может быть, там, частично свое здоровье и так далее, изначально это будет, скажем так, это согласие будет изначально недействительным, незаконным. Если человек стал жертвой халатных бьюти-специалистов, юристы рекомендуют подавать иски и доводить дело до конца. Информационное согласие пациента и пункты, прописанные в договоре, не снимают ответственности с врачей. Все догазуемо. Полина Зачинала, Калини Симбаев, 24КЗ.